меня часто спрашивают про как у нас в узбекистане с алкоголем с алкоголем у нас все нормально у нас есть заводы по выпуску пива у нас есть виноградные фермы где делают вина сейчас мы в одном из мест где продают 16 видов пива вот смотрите сколько здесь вкусного разного интересного а вы мне можете провести экскурсию что здесь за пиво есть какое есть какое наше пиво какой не наш это стороны все импортные вот эти местные да а давайте про местный да что кто выпускает какой завод смотрите вот эти все со вкусами которые а вот этот какой бриз это крафтовая а все крафта а вот цены давайте посмотрим значит вот это hunter bear это это место заменим за ней так 11000 это больше доллара где-то чуть-чуть если смотрите на грунт на корона похожи так потом смотрите вот это сидор да у вас есть 12000 яблочный сидор потом вишневая да есть у вас пиво крик криком а крик то выпускает раз 17000 это где-то доллар и 7 дальше а вот это вот красивая девушка с девушка а вот это сэр кстати есть пиво она темно и красный стал смысле красный стал а red red а красная сталь все поняла ссср видели да упаковка какая она темная не троганы фильтром на а какой берут из всего нашего местная больше всего здесь жигули есть сибирь все пробуют а вы сами какой пьете разливной а вот такой разливной сверху 13 видов еще разливного а вас как зовут умеет мне youtube канал я тут снимать так давайте расскажите какие есть разливные так и брай пил слушай гулевский у нас это вашу местный шенгенская это привоза и крафт рыбу шенгенская казахстан ага а вот эти местные кто делает привозят вам сюда свежие допил каждый день бочку то есть на среднем пиво стоит от от одного доллара до двух доллара а вот беркович да все хвалят бирк биркович она стоит 20 тысяч два доллара на хорошо наше это что значит у вас есть завод какой-то а как называется пивоварня на она в кибрае находится чуть дальше а здесь в городе да понятно смотрите сколько здесь закусок разных так здесь у нас есть и чили это курт до разный курт это вот эти да или это арахисов кляре да арахису арахис кляре вот он барбекю бекон васаби и креветки микс морской микс 9050 грамм потом сырный бочонок вот так выглядеть потом гренки беркович корр здесь у нас мясо копченое а это что копченое такое это жир жирки чуть такое я не знаю они как бы сушится это мясо до нас а сушеное мясо она сколько с 15 тысяч полтора доллара где-то так здесь у нас это бастурма без специи копченая бастурма это со специями бастурма сколько закусок а вот эти соусы они к чему ну это а к снекам а вот что горячая есть тут а сосиски крылышки сейчас посмотрю здесь у вас анчоусы таранка с перцем человеку таранка с перцем это рыба до когда так значит судак это копченый судак 30 тысяч это он не по граммам а вот за штуку да вот за штуку такой судачок стоит 3 доллара копченый так дальше смотрим шамайка это тоже рыба до подлещик я даже такие рыбы не знаю толстолок сом вобла вобла так и есть горячего сосиски крылышки так это голень голень курочки да потом так сырочек в кляре но тоже где-то в районе у вас начинаются от 14 а 35 до еще есть креветки а сколько там креветок в порции 3 3 креветки а раков раки ошпаренные тоже штука это будет 10 тысяч гренки лук копченый так но и здесь это соответственно пиво такой вот магазин а что у вас такое вот прям коронная это вот разливное да пиво вы сейчас налили это беркович или биркович лиркович все это у нас гренки до разный орешки ну вот коронная что у вас заказывает какое пиво разливное и и какую закуску вас коронный его доберет она нефильтрованная хорошо кольца корма кальмара где они а вон они не пока не хочу кольца кальмара значит и рыбу данным какую-то берут копченок здесь еще есть вина во что еще кальян там есть здесь есть вина какие у вас вина разные это грузинский грузинский дальше все все это грузинские это у нас местный суркандаринский бакабанк а вот эти бакабанк это тоже грузия а вот это местный хорошо там шампанское а вот здесь здесь по все местные вот это помни местные да вот эти все 25 тысяч у нас местное это где-то два с половиной доллара а вот это то вкус тоже местная я первый раз такой вижу 4 доллара 40 тысяч здесь тоже все между местные так здесь у нас здесь уже вот они двести сорок тысяч идут за бутылку 315 это где-то от 20 долларов и выше это у нас италия грузия до франции новой зеландии вот идут цены 395 тысяч это около 40 долларов за бутылку вот так вот цены импортный и вот местный это все местное 75000 это семь с половиной долларов а местные какие у нас пэри это кто самарканд выпускает а здесь тоже самарканд а вот это суркандаре так шампанское и водка в принципе она везде водка сколько стоит обычно ну где-то от от 30 долларов а нет подождите от 3 долларов да я 3 и выше от 3 до 10 можно найти вот коньяк этом коньяк местный по моему да ташкент вино и кто восемьдесят пять тысяч восемьдесят половин долларов хорошо спасибо пошли мы дальше здесь есть зал для кальянов такой вот он открылась недавно его в армии такой вот тут обзорчик спасибо вам внизу здесь так вот уютно здесь есть для шашлыков место и вот так вот спускаешься и там будет речка и вот так вот столики люди сидят у речки место совсем новое вот ну люди приходят пьют разливное пиво здесь вот так вот у нас задавайте вопросы что вас еще интересует я еще хочу съездить на одну винодельню и показать как у нас делают вино на самом деле у нас очень много разных виноделин в узбекистане и очень вкусное вино у нас прям делают с разного винограда и немного пивоварен у нас есть местное пиво разное это задний двор здесь стоят столики этого кафе такая речка черненькая здесь гостиница также есть индийское кафе и рядышком у нас северный вокзал северного вокзала прям очень и очень близко так смотрите как это все подается вот оно холодное в таких баклажках приносит официант дает вот такие стаканы ну и здесь такая закуска что это за кафе я оставлю в описании под роликом можете заходить бронировать себе места ну и пробовать вот смотрите здесь вот такая вот беркович магазин пиво живое пиво и вот сайт double 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 беркович точку ус так что пробуйте всем кому интересно и вот какая рынка мы находимся вечернем ташкент-сити вот у нас закат здесь у нас строящиеся дома которые сейчас продаются дальше у нас всюду мороженое здесь отель хилтон и мы идем в сторону поющих фонтанов хочу вам показать как это красиво перекрою музыку поставлю свою но вы хотя бы увидите как это красиво здесь здесь гуляют семьи и дети и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, мы пришли уже на концовку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шоу начинается в 8 вечера и в 9. Будет повтор в 9. Если мы останемся, я вам покажу сначала. Потому что это действительно очень-очень красиво. И в Узбекистане этого давно... Долго-долго в Узбекистане этого не было. И теперь это прям такое для людей событие, когда у нас включаются поющие фонтаны. Значит, территория парка, она вся ухожена. Здесь вот такой вот настил. Я не знаю, что это такое, но он такой прорезиненный. Парк весь зеленый. Здесь есть такие общественные туалеты, как в гостинице. Сегодня идет еще какой-то концерт. Я ушла подальше от музыки, чтобы не блокировал YouTube. Все это дело. И гуляем вокруг парка. И посмотрите, сколько здесь новостройок. Они в таком стиле сделаны. Очень стильные дома, на самом деле. И вот вокруг всего парка у нас разные новостройки. Здесь детская зона. Дальше отель Хилтон. Ну и различные развлечения вокруг парка. Он большой. Здесь можно прогуляться. Но основная тема здесь, конечно, поющие фонтаны. Тут круче. Да, но это вот и есть новый комплекс. Вот мы движемся. К новому комплексу. И сейчас посмотрим, как там красиво внутри. Нас не пустили внутрь, потому что еще идут строительные работы. Но в целом вот этот комплекс называется Бульвар. И вот он в таком стиле сделан, как Новый Арбат. У меня ощущение, когда там проходишь посередине между домов, похоже, ощущение, что ты на Арбате. Вот здесь можно посмотреть, как внутри. А, вот свет включается. Ого! Здесь даже двери открываются. А, вот они закрыты. Короче, свет включается сразу. И вот так вот внутри еще ремонт. Ну, вы понимаете, да, как это все в коридоре. Вот так вот строится Ташкент. И вон еще такая у него подсветка красивая. Жаль, не дали нам прогуляться внутри. Деревья так подсвечены, смотрите, разными красками. И вот здесь кассы. Любой вход и выход здесь контролируется с четырех сторон. То есть просто так вы не зайдете в сторону Ташкент-Сити. Ну, и мы возвращаемся в центр Ташкент-Сити, в парк. И продолжаем дальше нашу прогулку. Везде фонтаны, свет становится все ярче и ярче. То есть тут самая красота ночью, когда все загорается, в том числе отель Хилтон. Он горит разными цветами. Разные на нем рисунки. Вот так вот. Фонтаны везде. Здесь строится самый высокий небоскреб. Называется Настуан. Не знаю, сколько он этажей, но очень много. Будет самый высокий в городе Ташкенте, но и по Узбекистану. Люди вот так сидят. В середине есть рестораны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok